47 дней без воды. Это только в этом году. Не с раз в раз. Вот уже последние 20 лет жители села Шиловка Сенгелеевского района сталкиваются с проблемой водоснабжения. Особенно весенне-летний период с наплывом дачников. Уже по традиции верхняя часть села страдает от отсутствия воды, а нижняя от затоплений в подвалах. До конца в причинах бессильно разобраться даже специалисты. Есть разные мнения. Либо это изношенные сети, просто уход воды. И тогда мы понимаем, что все те усилия, которые прикладываются для того, чтобы поднять эту воду, ставить до жителей, они уходят просто в песок в прямом смысле этого слова. Либо это родник. Но если это родник, то тогда его тоже можно собрать в трубы. Чтобы найти пути решения, на место выехал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Сначала совещание с рабочей группой прошло в кабинете местной администрации, где было принято решение ускорить процесс замены колодцев и задвижек. Специалисты водоканала устанавливают в Шиловке 15 новых колодцев и 60 задвижек. Эти меры должны привести к новой системе регулирования водоснабжения в селе. Однако отчаянные жители пытаются самостоятельно решить вопрос, регулируя вентили и прокладывая альтернативные пути с помощью байпасов. Все это требует жесткой регулировки, вплоть до того, что вчера буквально представители водоканала, работники настроили задвижки, уже новые задвижки настроили, а через два часа кто-то их опять перекрыл в свою пользу, используя перемычки, которые были ранее установлены. Теперь несанкционированные врезки будут пресекать на корню буквы закона. Представители водоканала уже направили в правоохранительные органы соответствующее обращение. В целом программа и замены скважин, облагораживания родников, замены аварийных участников водоснабжения, она даже не назрела, она перезрела. Поэтому сейчас дано поручение сформировать такую программу первоочередных действий, которые нам необходимо предпринять уже в следующем году, но как минимум на ближайшие три года. Вот с этой программой мы будем выходить в том числе и на защиту бюджета. Сегодня воду местные жители получают из родника Попов. Весной и летом количество потребителей питьевой воды в селе возрастает в три раза. С такими объемами источник не справляется. Александр Смекалин поддержал инициативу рабочей группы о подключении к водоснабжению еще двух родников. Один из них способен обеспечить водой и соседнее село. Каптажем родника студеной займутся уже в следующем году. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Уллправда ТВ.